Всем доброе утро. Я тут телек смотрю пока клиентку жду. Там знаете о чем говорят? У нас в Испании в общем если вы много весите, то вам делают операции бесплатно по социальному страхованию, чтобы там уменьшить желудок, в общем чтобы вы похудели. И вот девушки сделали в 2007 году по моему эту операцию. Она весила 150 килограмм и сейчас она весит 57 килограмм. Но у нее другая проблема возникла. Это вся кожа, которая ее как барабан натягивалась. А сейчас она просто вся висит на ней. Видите она показывает. И она что сейчас хочет? Что у нее типа денег нету, чтобы убрать всю эту кожу? Что она говорит? У меня сейчас больше комплексов, чем когда я была полная. И в общем чтобы ей сделали тоже бесплатно операцию по удалению этой кожи. Но вот написано, что социальное страхование делает только одну операцию, чтобы убрать кожу. А ей у нее и ноги, и руки, и живот, и груди вообще нету. Она говорит вообще пропала. И вот она типа не знаю что. Хочет, чтобы ей всю кожу наверное убрали. Но там ее вообще надо всю резать. Вот так вот. Вот такие тоже проблемы бывают. Знаете, что не так просто похудеть, чтобы там скинуть вес. А потом еще эта вся кожа обвисшая будет висеть. И тоже ее нужно будет убирать. Потому что девушка вот рассказывает, что ей не спортом не позаниматься. Потому что все это болтается. Брюки. Она всегда в брюках. А живет в Севилье. Там такая жарища. Вот. И руки надо закрывать. Вот у меня тоже руки висят, как крылышки. И там типа кто-то раньше писал спортом. Никакой спортом эти крылышки не уберет. Потому что это висячая кожа. Ее 18 лет, я помню, когда худела. Она, да, подтягивалась. А когда тебе за 30, то нифига ничего уже не подтягивается. Но у меня не так сильно, как у этой девушки. А у нее прям, да, висит там страсть. Такой чистый, такой классный, лохматый. Смотрите, какой лохматый. Вообще, так люблю, когда он чистый. Но я его не стараюсь не часто мыть, чтобы... Ну, он у меня не такой грязнуля. Да, он такой лохматый. Не такой лохматый вообще. Так вот. Так что, такие вот проблемы. Не просто похудеть. Потом еще и кожу куда-то надо деть. А операции по удалению кожи, ого-го, какие дорогие. Ну, правильно там резать надо. Все на свете. Ладно, буду дальше работать. У нас тут пробки. Точнее, это, по-моему, не знаю, такси, автобус. Что-то не поймешь. Это мусор. Вот так вот у нас вывозят мусор. Ой, на. Вот такие маленькие. А это меня так Чарли приветствует. Жителей. Вот, значит, еду с работы. Вчера думала все, думала, что бы поесть. Уже, знаешь, не знаешь, что придумать. Что бы в себя впихнуть. Так вот. Я бы надумала, что я бы сейчас карася жареного с удовольствием слопала. Но карасей у нас нету. У нас как-то, кроме речной, кроме форели, речной, больше речной рыбы нету. Никакой, вся морская. И мне как-то в комментариях писали, что карася можно заменить дорадой. И вот сейчас поеду в Меркадону, заеду за дорадой. Ну, черешинки, наверное, возьму, арбузы. Тоже по комментариям вашим сказали, что арбузы в Меркадоне вкусные. Что-то я тоже арбуз давно не покупала. В общем, да, вот так вот. Прям хочется рыбки такой жареной. Знаете, я все... Все это гриль, все это такое ппшное, все это полезное, конечно. Но вот хочется какой-то... Конечно, не жареной картошки, но... Хотя бы рыба жареная. Смотрите, у нас тут асфальт кладут. Там дорога такая ужасная была. А сейчас вот уже положили. Куда ты едешь-то, блин? Вот она не могла там подождать. Здесь двухсторонние движения. Поэтому и туда, и сюда и можно ехать. Но обычно вот тут всегда ждут, если увидят, что навстречу. Но это, видимо, испугалась. Ладно, едем в Меркадону. Я уже домой пришла. Вы знаете, я не взяла ни Дорадо, ничего. Я взяла какую-то рыбу курвина. По-русски, по-моему, она звучит. Я на нее давно заглядывалась. Она что-то на евро подороже, чем Дорадо. И вот недавно она прям похожа на наших карасей. Смотрите. Мне кажется, белое мясо такое. Вот я попросила, чтобы мне... Вот, кстати, в Испании я буду разговаривать. И готовить. Ну, помою. Хоть ее там и мыли много раз. Но все равно. Когда берешь рыбу, неважно где, на рынке там. Или... Вот, что-то крупно она мне порезала. Или там... Там-там-там-там-там. Или в магазине в каком-то, в большом. Тебе... О, что? А, иголок. Тебя всегда рыбу чистят. Это входит уже в стоимость рыбы. Поэтому и чистят, и все делают. И спрашивают, как вам ее порезать. Я вот попросила, чтобы мне вот такими вот... Радахи порезали. Вот. Это вот прям обезаловка. И спрашивают, голову выбрасывать или не выбрасывать. Я беру всегда голову, я из них варю бульоны. А потом уже варю разные либо супы, либо еще что-то. В общем, сейчас просто обваляю в муке и обжарю. И будет мне вкуснятина. И посмотрю, кто меня там так тревожит. Рыба, кстати, огромная. Она мне вытянула на почти 2 килограмма. Вот килограмм стоит 7,95. Мне рыба целая на 4,75 вытянула. Ее мне хватит, наверное, на год. Узела нектарины. Одну мангу попробовать. Кстати, почем оно? Так, мангу у нас 2,85. 1,46 килограмм. Черешня взяла, как всегда. Самая вкусная черешня все-таки в Меркадоне. Что бы ни говорили. Даже вот у марокканца взяла. Хотя там вроде бы у них он недавно получше. Черешня. Но она не такая, знаете, как свежая что ли. Не знаю. В общем, там вкуснее. И арбузик. Вот арбузик у нас по 93 копейки. Килограмм на 3,16. Все, больше ничего не взяла. А, мороженое взяла. Мороженое. Ну, мороженое это всегда. Там всего 2 штуки. Поэтому я беру часто кокосовое, которое люблю. Буду распределять, в общем, рыбу. Вот. И буду есть. У меня вчера остался кускус с овощами. Поэтому еды дофига. Сегодня на пляж не поеду, потому что море холодное. И, как бы, купаться все равно нельзя. Ну, как нельзя. Можно люди купаются вовсю, вы что. А мне холодно. Но я люблю комфортно купаться. Чтобы не было ни медуз, ничего на свете. А это вот, чтобы вот так вот заходить. Ради чего? Никакого удовольствия. Как-то так. Буду хлеб сегодня печь. Надо, кстати, дрожжи достать из морозилки. Сейчас посмотрю в рецептик. Вот. И вот так его дела. Я тут занимаюсь. Во-первых, хлеб опара подходит у меня. Пускай подходит. Приготовила масло. Мне нужен туда один желток. И белок я хочу сделать безе. Все делают, но не получается. Сейчас попробую еще раз сделать. Ну, белок все равно выбрасывать. Ну, а чтобы его не выбрасывать, взобью с сахаром. У меня получается безе такое. Меренги, да. Получается. Ну, с духовкой, то ли духовка, то ли что, не пойму. Ну, не получается. Как резина, знаете. Прямо как жевать. Очень невкусно. Рыба. Тут осталась рыба еще. Это теперь самая моя любимая рыба. Боже, она такая вкусная. Она семгу превзошла. Не поверите. Ну, да. Такая вкуснительная. Так напоминает речную. В общем, я так с удовольствием съела. Я вообще прям пальчики облизала. Так, значит. А, еще там помыла холодильники вот эти. Вот у меня холодильники есть. Пляжные с хлорочкой. Поэтому хожу сейчас, благоухаю хлоркой. Ну, тут немного перебралась, убралась. В общем, да. Уборочки. Сейчас хочу тебе кофе сделать. Я в последнее время, знаете, какой кофе делаю? Холодные. Это вот. Ой, крутое это. Блин, у меня это сейчас. Ну, вот в этом всяким, как он называет-то, господи. Старбарси все пьют. Со льдом. Соловей мой, соловей. Сейчас надо пропылесосить. В общем, туда вливаю кофе. Ну, у меня растворимый обычно. Ой, у кого-то белье постиралось. Так вкусно пахнет. Добавляю туда тростниковый сахар. Добавляю туда не сливки. Ну, надо, конечно, сливками будет вкуснее. У меня выпаренное молоко вот это. Оно такого карамельного цвета. И тоже очень вкусно. Добавляю туда лед такой мелкий. И вот это вот все вот так. И такая вкуснятина. Потом со льдом, холодненький. Прям нереально вкусно. Вот я себе открыла такой себе вкуснятину. Чашку кофею. Ну, вы посмотрите. Ой, бляха, муха, тут еще есть. А я думала, цвести не будет. А там еще есть. Вы посмотрите. Главное, я думала, цвести будет вот этот. Потому что как-то куст повыше. Видите, он повыше. А цветет вот этот. Ну, цвети, цвети. Тут тоже все цветет. Сейчас я вам небольшой обзор моих цветочков. Вот. Этот тоже цветет. Ну, как-то не очень цветет. Но он цвел. Цвел. Хорошо цвел. Ну, вот этот, ну, это просто радость моя какая-то. Неземная. Цветет и цветет. Вот. Я вчера все полила, все залила. Думала, муж. Нет, не муж. Вот. Один даже цветок у меня. Знаете, вот этот вот. Я же сейчас пытаюсь меньше поливать, а то залюбливаю. Вот этот вообще не полила. Он у меня завял. Представляете? Ну, ничего. Вот сегодня отошел. Ой, капустец. То не поливаю, то заливаю. Хрен поймешь с этими цветами. Не разберешься вообще. Ладно, пойду кофе себе делать. Вот. И вот так вот я, знаете, лежу-лежу, пойду встану, что-нибудь поделаю. Лежу-лежу, пойду. Сейчас Чарли будет гакать, потому что соседка идет с собакой. Вот. Ну, как лежу? Минут пять посижу, сериал посмотрю. Потом вот, видите. Сейчас буду хлеб делать, кофе. Кофе делаю вот в это вот. Помните, в последний раз купила бокальчик. Вот такой классный вообще. У нас бамбука. Вот эта тарелка тоже из бамбука. Ну, вот видите, вот я два раза что-то разогрела в ней, она не отмывается. Ну, мне нравится вообще бамбуковая посуда, классная. Вот. Так что буду дальше. Ой, опара, смотрите-ка. Ух ты, какая шапка. Смотрите, видите уже. Сейчас буду уже хлеб месить. Кстати, робот пришел в Лидл опять на в субботу приходит. Кому надо, покупайте. Он там более крутой. 350 евро, по-моему, стоит. Вообще рекомендую. Вот такая вот штука. Я без него ни туда и ни сюда. Прям. Это мой гаджет кухонный. Самый-самый лучший. Вот посмотрите, из одного белка сколько получилось. Видите? Все замечательно. Ну, потом они почему-то у меня, не знаю, духовка, наверное, такая. Ну, а это прям прет, прет, прет. Вот такое тесто отправляется подниматься. С маком сделала. Кофеек. Мои любимые кружечки. И опять отдыхать. А что еще сделать? Вот так и живем. Смотрите, как тесто поднялось. Шикардос! Или не шикардос? Самый настоящий шикардос. Как раз у меня там безе высыхает. Там ему осталось буквально 15 минут. И вот я сейчас переложу форму. Хлебушек. И он будет еще стоять так. Ну, и завтра что у нас? Пирожки с картошкой. Всегда, когда делаю... Ой, а она же с маком. Будут пирожки с картошкой с маком? Вот так вот всегда делаю, когда делаю хлеб. Потому что в эту форму он вот так бы вылез через края. А если в два делать, то они будут слишком узкие. В общем, вот так всегда получается пирожки делать надо. Потому что лишнее тесто. Чисто лишним не бывает. А еще помните закваску? Я достала закваску. Ее, наверное, уже надо подкармливать. Точнее, я ее достала. Она активировалась из холодильника. Теперь она такая теплая. Вот. Ну, где-то часа два с половиной. Полчасика пускай еще постоит. И я буду ее подкармливать. И вот нормальная, хорошая заквасочка для хлебушка. Кулинарные шедевры готовы. Хлебушек. А эти все равно резиновые получились. Не знаю, может сушить их дольше. В общем, не знаю. Я туда еще кокос добавила. Ну, ладно. Как есть. И накормила заквасочку. Сейчас она еще постоит. Часика три. И я ее опять отправлю в холодильник. Кстати, это закваска моей подруги. Я готовила ее. А вот. Но подруга не приехала на праздник, который у нас был. Кстати, вы уже посмотрели. Кто не посмотрел, бегом смотрит нашу гуляночку. Вот. Она не приехала. Но я подумала, говорю, ну, мне себе пригодится. Мне себе пригодится. А вот. И сама себе хлебушек испеку. Тем более, что там ее раз в неделю достал, покормил. Опять в холодильник. И все. Делов-то. Ой, друзья. Я бы, знаете, я очень люблю песни Стаса Костюшкина. Кому-то это не понравится. Кому-то это понравится. Ну, мне он. Я его прям обожаю. У меня даже на телефоне, на звонке стоит его песня. А он сейчас выпустил новую песню. И такая классная вообще. Вот я сейчас под нее зажигала. Куда вас поставить-то? Некуда тут. Так вот. Высоко будете стоять. Зажигала под Стаса Костюшкина. Она была моей женщиной. Она любила меня. В общем, кто со мной? Кому нравится Костюшкин? И жена ему нравится. Я уже говорила пару раз об этом. А вот. Я вообще, знаете, как к музыке отношусь. Мне вся музыка нравится. Я человек музыкальный. Я могу слушать классику. Приспокойно. Есть такое, как бывает, настроение, что включаешь классику и вот слушаешь. Могу включить джаз, рок. Вообще мне вся музыка нравится. Нет такой музыки, от которой я бы, знаете, там... Ой, не включайте это. Мне все нравится. Рамштайн. Все, что хотите. Там, рок. Виктор Цой. Кто-кто там еще есть-то? Да хоть кто. Мне все нравится. Даже Баскова слушаю. Киркорова слушаю. Неважно. Вот. Что я хотела сказать-то? Арбуз буду пробовать. Она была моей женщиной. Она любила меня. В общем, кто слушал песню? Признавайтесь. Я за ними в Инстаграм, кстати, слежу. Вот. Ну, как слежу. Подписано. Слежкой не занимаюсь, конечно, но... Интересно, как там они живут. У него жена такая, блогер инстаграмный. Поэтому вот так вот. Она любила меня. Ой, блин. Масочку нанесла. Ну, по физиономии не видно. Видно, конечно. Да. Так, тарелочку взять. Мой ужин будет. Напьюсь и наемся. Не знаю, вкусный, невкусный на вид. Вроде бы ничего. Сейчас в аптеку заходил. Три часа стояла в этой аптеке. Так медленно обслуживали. Передо мной два человека стояло. Минут 15 я стояла в аптеке. Представляете? Хорошо, хоть там прохладненько. Хорошо, хоть там прохладненько. И с собаками можно. Так что Чарли мой кайфовал. Конечно, жарковато. И пойду я монтировать влог. И укладываться. Готовиться к завтрашнему дню. Завтра суббота. Работа, суббота. Мой самый рабочий день. Так что буду с вами прощаться. Она была моей женщиной. Она любила меня. Все, пока-пока. И приятных выходных. А провести их так, вот как прям, ух, как выходные. И правда вкусный арбуз с меркадоной. Работа, суббота.